Всем привет! Сегодня я делаю плов с тушенкой. А почему нет? Ну, начинаю. Рис мистералевский буду использовать, специальный для плова. Мистераль серьезная ферма, поэтому этот рис реально подготовлен для плова. И промывать долго не надо будет. Начну кстати с риса, вот прямо его замачиваю. Вода комнатной температуры, солить ее не буду. Видите, вот этой белой мути рисовой пудры не так много, потому что рис уже обработан предварительно, маслом обработан. Режу одну луковицу. Да, кстати, если вам показывают рекламу и вы ее не выключаете, вы помогаете каналу. Спасибо. Масло хлопковое у меня, сделано в Ходжанде, Таджикистан. Очень приличное масло для плова, ну просто идеально. Я взял 200 миллилитров масла пока, а упаковка риса 900 граммов. Ну и на максимальном нагреве обжариваю лук. Открываю тушенку. Ну никакая попала тушенка. Тушенка очень приличная. Попробуйте угадать, где она сделана. Вернее, нет, где сделана, она в России сделана. Попробуйте угадать, где ее купили. Вот видите какая банка 450 граммов или даже полкило. Пробую жир, которым сверху заливалась тушенка. Очень хороший, так что я его обязательно тоже буду использовать. Ну лук помешиваю постоянно и в максимальном нагреве. Вот он уже зажарился достаточно быстро. Отправляю морковь. Ну я часто применяю желтую морковь, азиатскую. Ну сейчас вот карантин, мотаться за морковью, ну неохотка. Посолил. Добавил остринку, турецкую паприку, которая полбибер. Которая на самом деле перец алеппо. Ну вот аккуратненько помешиваю. Ну нагреть держу постоянно максимально. Убавлю только когда зирвак будет. Я вам скажу. Ну меняю воду и в трех водах у меня рис побывал. Этого оказалось достаточно. Вода перестала быть такой белесо-мутной. Шесть зубчиков чеснока взял и взмельчил. Чайная ложка куркумы. Добавляю казан и барбарис. Ну горсть барбариса. На ваше усмотрение это необязательно. Ну кто-то любит, может и две горсти положить. Зира. Ну примерно чайная ложка. Постоянно помешиваю морковь. Кориандр буду использовать примерно пол чайной ложки. Я буду затачивать мясо. Но в плове я часто использую кориандр тоже. Хотя и в Узбекистане и в Таджикистане мало кто использую. Кориандр, когда готовят лоб. Ну мне нравится. Морковь зажарилась и я налил воду. Ну это та же вода, комнатной температуры из фильтра. Вот сейчас я убавлю нагрев так, чтобы зирвак еле кипел. И перехожу к тому, что затачиваю мясо. Этот жирок говяжий и приблизительно ну миллилитров 50 подсолнечного масла. Самого обычного. Кориандр. Вот эта тушенка, она и так вкусна, честно говоря. Щепотка турецкой паприки. Она реально вкусная. А щас будет еще вкуснее, причем значительно. Ну и чеснок. Ну долго так нельзя держать, понятно, что чеснок не более минуты начать горит. Ну и сразу пошло в мясо. Реально мясо вкусное. Вот это желе. Сок мясной очень хороший. Не угадали, где это куплено? Ну в этом супермаркете редко кто покупки делает. Все. Мясо я накрыл крышкой, оно готово. Зирвак покипел минут 15-20. Ему больше не нужно. Я дал максимальный нагрев. Слил воду с риса и уложил рис. Ну видно, что уровень низковат, влаги. Добавляю кипяточек. Ну так разравниваю. Ну вот видите, немного я добавил. Думаю, что это будет как раз. Тем более, что в мясе есть сок еще. довольно много. Досаливаю. Вот чуть позже, когда жидкость идет с поверхности, досолить будет практически. Ну очень сложно, я бы так сказал. Ну я могу вот так вот слоить рис. помешивать его. Видите, я сделал такие раскопки у меня были. Раскопал такую ямку. Ну а теперь, соответственно, вложив мясо, ну теперь, соответственно, закопки. Закопал это мясо. Оценил ситуацию. Ну, жидкость практически ушла вся. Пыталась рисом. Еще чайная ложка зиры. Опять закопки. Но решил горку не делать, чтобы мясные соки разошлись по всему рису. Ту горку сделаешь, и пик будет суховат. Ну и накрыл крышкой и на слабом огне держал 25 минут. Я работал на Памире несколько лет. И в один из годов у нас была совсем маленькая партия. Мы два молодых парня, студенты. Геофака геологического. И шеф. Вот мы с утра уходили на маршрут. И часов шесть, а то и восемь ходили по горам в одиночку. Это интересно. Очень даже. Возвращались усталые, голодные, какими-то образцами пород. Ну, сейчас не про геологию. И садились поесть. Это было обед и ужин. Костер, здоровая сковорода чугунная и две банки консервов. Гречневая каша с мясом и говядина тушеная. Это здоровые такие банки были. Бостовские, конечно. Все было на хорошем уровне сделано. Очень вкусно. И вот мы две этих здоровенных банки на троих уплетали. Большим удовольствием. Водку не пили. В этой партии было не принято. А на утро завтрак был вообще роскошный. Потому что палатка стояла в 50 метрах от водопоя. А может даже в 30. И утром шеф просыпался первым. Ни свет ни зря. Брал свое ружье за три кольца. И дуплет, двойной выстрел. Ну и 3, 5, а то и 7 перепелок сразу были нам на завтрак. Осталось только мгновенно их приготовить, что и было сделано. И, конечно, ели мы там, как короли. Ну вот, теперь о современной тушенке. Гастроном номер один. Нет, это не Елисеевский на Тверской. Это магазин Гума. То есть гастроном на Красной площади. Не я покупал. Даже не знаю, сколько стоит эта тушенка. Но думаю, что недешево. Но она очень хороша, реально. Вот я открыл минуты через 22. Снял крышку. Казана. И оцениваю ситуацию. Пробую рис. Ну, в общем-то, готово. Ну, подержу еще несколько, ну, 2-3 минуты. Отключу нагрев. А минут через 10 буду подавать. Снова раскопки. Обычно я вот так вот аккуратненько достаю стручок перца, который ловят. В этом случае перца нет, он по-другому. Другой перец. Перец Алеппо. Турецкий полбибер. Ну, я бы сказал, что он даже вкуснее и ароматнее обычного стручкового. Достал мясо. Ну, плов получился, ну, просто очень-очень-очень вкусный. И рис, и эта тушенка сработала прекрасно. Вот так. Неожиданно такой получился. И очень хороший плов. Да, не забудьте посмотреть конечные заставки. Они соответствуют сюжету практически всегда. И, возможно, вы что-то там увидите очень интересное для себя. Всем приятного аппетита, удачи, не болейте.